Здравствуйте, друзья! С вами Николай Коньков! И как вы могли догадаться, у нас очередной законченный объект. И сейчас я вам проведу подробнейший обзор нашей работы. Расскажу о всех тонкостях и нюансах, о применении тех или иных видов материалов. Обзор будет достаточно длинный, но при этом насыщенный, интересный. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Ну что ж, по традиции начну с входной группы. Здесь у нас она окрашена вот в такой насыщенно-синий цвет. Дверь от застройщика, естественно, мы поменяли. И накладка двери у нас в цвет доборов. Также по тоновке подобраны фасады шкафа. Очень большая вместительная гардеробная здесь разместилась. Зона раздевания-одевания, назовем ее так. Пуф, чтобы присесть и надеть свою обувь. И большое зеркало, большое ростовое зеркало, чтобы перед выходом из квартиры можно было полюбоваться на себя любимых. Также у входа у нас расположен видеодомофон. Датчик теплого пола. На полу расположился керамогранит. Здесь у нас, обратите внимание, переключатель коридорного света и в зоне входа, и уже на выходе из него. Это очень удобно. Пользуйтесь переключателями, не забывайте про них. Так как после того, как вы зашли и включили свет, чтобы по грязному полу босиком не идти уже сюда, выключать его, очень удобно расположить переключатель уже за границами коридора. Сразу забежим в еще одну гардеробную. Я здесь хотел показать вам электрощиток. Гардеробная здесь единственная, еще не собрана, но скоро появится. Здесь у нас в щите расположился вводной автомат, который отключает полностью все, весь щит. Также у нас здесь селективное противопожарное УЗО. Если произойдет сработка по каким-то группам, то у нас в подъезде не вышибет автомат, а вышибет именно вот это УЗО. Потому что у него другие токовременные характеристики на сработку. Далее у нас идут три УЗМ-ки на каждую фазу. Устройство защитное многофункциональное, которое срабатывает при просадке напряжения, а также при его повышенном значении. И у нас есть кнопка отпуск. Что это такое? Когда заказчик уезжает, он опускает эту кнопку, и у нас остаются неотключаемые группы. Холодильник, Wi-Fi. Но если вам какие-то еще нужны неотключаемые группы, вы тоже можете их подключить до кнопки отпуск. Это очень удобно, а также берите себе на заметку. И еще один немаловажный элемент сейчас любой современной квартиры – это слаботочный щит. Он у нас расположился сверху, над полками. И здесь уже все роутеры и все кабели, витая пара и TV, приходят от всех точек подключения в этот щит. И здесь вот так аккуратненько это все расключается. Это щиток на 36 модулей. И здесь достаточно места, чтобы расположить практически любой Wi-Fi роутер. Вот так выглядит еще раз зона раздевалки. Здесь есть очень удобный шкафчик, куда можно складывать какие-то вещи, ключи и так далее. Пока попалось на глазах, хотел поблагодарить заказчика. Они вам подарили такую футболку, очень приятно. Спасибо большое. А мы движемся дальше. Из коридора мы попадаем в просторную кухню-гостиную. Очень много места, очень много света. И сейчас пробежимся по основным моментам. На полу у нас во всей квартире, кроме санузлов, уложен кварцвинил под деревом. Это замковый кварцвинил, который уложен на подложку. Таким образом, так как кварцвинил уложен на подложку плавающим способом, у нас здесь стоят вот такие вот порожки. Это порожек Quick Step. Он очень классный, он тоненький. Он не сильно выпирает за плоскость пола. И на сегодня, я думаю, что это самый лучший вариант использования порожка. Есть еще один вариант, это Т-образный порожек. Он тоже имеет место быть. Тоже классно смотрится, тоненький, не выпирает. Либо вот такой вариант под дерево. Если у вас, например, ламинат под дерево, то вам такой порожек будет кстати. Стены у нас окрашены краской. Одна из стен это кирпич. Кирпич остался от застройщика. Мы его немножко доработали. Зашпаклевали все выборины, ямы гипсовыми смесями. Загрунтовали и покрасили. Был один нюанс по проекту. У нас вот эта дверь. Как вы видите, стена из кухни-гостиной общая вместе с коридорной стеной. И по проекту у нас штукатурка заканчивалась вот в этом месте. Но так как штукатурка заканчивалась в зоне двери, то есть вот этот обналичник у нас как бы находит на эту штукатурку. Таким образом он устанавливается, дверь в плоскости с этой стеной. И тогда мы здесь имеем зазор. Так вот, чтобы этот зазор убрать, часть стены, а именно вот эти два кирпича, на самом деле это уже фальш-кирпичи. То есть мы штукатурной смесью нарастили немножко вот эту часть стены и нарисовали кирпич на штукатурке. И очень немаловажный момент. Нарисовали мы его не до конца по той причине, чтобы обналичник здесь плотненько-плотненько встал к стене. Таким образом, вот этот кирпич настоящий, а вот этот кирпич уже не настоящий. Он нарисован. Единственный нюанс у нас по плинтусу. Если мы посмотреть внимательно, то вот этот плинтус, он немножко по радиусу, на толщину штукатурки, которая была в коридоре. Но в целом, если этого не знать, то глазом незаметно, в глазом не бросается. И поэтому вот такое вот техническое решение было нами принято. Это очень важный момент. Довольно-таки часто мы встречаем в сложных проектах вот такие вот несостыковочки. Поэтому любой проект необходимо прорабатывать в ходе работ. Не забывайте об этом. Здесь на стене вы видите терморегулятор теплого пола. Заказчик повесил вот такие вот картинки. Дальше. Зона ТВ. Сейчас очень модно у нас в тренде латунь. Вот это латуневые полоски, которые приклеены прям к краске. То есть они у нас вот на этой стене и вот на этой. Стена сначала покрасилась и потом приклеилась. Вот эта полоска. И достаточно такой крутой декор получился. Когда я выкладывал фотку, мне кто-то писал, что это что, золотые полоски или позолоченные? Нет, друзья, это латунь. Смотрится действительно шикарно. Стоит, скажу сразу, недешево. Вот за эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь полосок. И мы сейчас, постараясь показать, еще и наклеили его, их, вот там вот под ящиком. Обошлись заказчику, по-моему, в 26 тысяч. То есть порядка там полутора тысяч за метр. Подвесная тумба. Большой телевизор. Обратите внимание, у нас здесь, наверное, будет не видно. Нет, будет видно, наверное, да. Вот там организована проходка. Проходка проводов. Вот у заказчика уже лежит здесь PlayStation. Вот он здесь расположился. И вот она, проходочка, выходит. То есть этот провод, чтобы вот PlayStation не висел вот здесь вот под телевизором, организуется труба, которая идет в стене и выходит за телевизором и в зоне шкафа. Также рекомендую всегда вот эти розетки располагать в зоне шкафа, чтобы они вот здесь вот под телеком тоже вам не маячили. Это очень удобно и функционально. Здесь у нас провод под акустику. Здесь будут стоять большие колонки. То есть раз провод и два провод. Ну и, естественно, кондиционер. Два выхода на лоджию. Большую-большую лоджию. Пора о нее расскажу чуть позже. Давайте с этого ракурса покажу, как здесь все расположено. Здесь у нас диванчик. Места достаточно для того, чтобы здесь расположиться, поиграть в игрушки, посмотреть телевизор и классно отдохнуть в компании. В зоне кухни стоит вот такой вот овальный стол с индивидуальным светом и сама кухня. Потолки здесь натяжные на теневом профиле. Что это такое? Объясняю. Вот, видите, зазор между потолком и стеной. Этот зазор 8 миллиметров и он идет абсолютно-абсолютно по всему периметру квартиры. Там, там, кроме, конечно, подсветочных ниш. Там, где у нас подсветочная ниша, это профиль для подсветки. Специальный профиль. Там 2,5 сантиметра зазор между стеной и потолком. И есть возможность туда наклеить светодиодную ленту. Карнизы под шторы выполнены вместе с натяжным потолком. Также, видите, пленка. Вот эта, это пленка, которая натянута аналогично с теневым зазором. И подсветочка. То есть такой метод, такой вид потолка позволяет также расположить там подсветочку. Откосы у нас из сэндвич-панелей. Не забывайте про розетки в откосах. Это тоже очень удобная штука. И бывает, что ими достаточно часто пользуются. Здесь, в данном случае, в каждом откосе есть розетка для гирлянд на окна. То есть не только можно заряжать телефон и какие-то гаджеты, но, например, использовать ее для гирлянды в новогоднее время. Подоконники пластиковые Мюллер. Очень достаточно хорошие подоконники, качественные, с первичного пластика, которые не желтеют, не выгорают на солнце. И с очень хорошим, качественным покрытием. Они есть также и под дерево, под камень, поэтому можете подобрать под свою стилистику ремонта. Откосы из сэндвича. Наш любимый богоподобный уголок, как мне уже все об этом говорят. И есть вот такой вот стартовый профиль. Стартовый профиль в точности повторяет тоновку окна. Это тоже сэндвич ТБМ. И стартовый профиль тоже ТБМовский. Он выглядит прям как молдинг. Очень классно смотрится. Все везде плотненько. И тем самым мы не заводим откос в пенный шов для того, чтобы сохранить гидроизоляцию пенного шва. Она у нас... Пенный шов покрыт стизом, чтобы влага, которая образуется в помещении, не накапливалась в этом пенном шве и не снижала его теплотехнические характеристики. Едем дальше. В потолке организованы ниши. Черные ниши. Сейчас один свет вот этот выключу, чтобы вы могли видеть. Это ниши. Также изготовлены из натяжного потолка, из слота. Вот такие вот формы можно делать. На сегодня натяжной потолок, я считаю, что это самый-самый лучший и востребованный вариант, потому что из него можно выполнять абсолютно любые вещи, просто творить чудеса. Для сравнения, гипсокартонный потолок такой же стоил бы, наверное, раза как минимум в два, а то и в три дороже. Вот. Потому что когда обсчитывается натяжной потолок, вам считают его с материалом. Когда обсчитывается потолок гипсокартоновый, не забывайте, что помимо работы вы еще заплатите и за материал. Вот. Поэтому натяжные потолки даже вот такой сложности, это достаточно сложный потолок с очень большим количеством разных примыканий, доводок, точек освещения, вентиляции стоят недешево. Но даже несмотря на это, он стоит гораздо дешевле, чем потолок из гипсокартона. Здесь у нас два диффузора вентиляции. Кухня. Кухня выполнена вот в таком стиле. Подсветка шкафчиков и, конечно же, подсветка кухонной зоны. Фартук выполнен из керамогранита. Обратите внимание, что если вы работаете с достаточно крутыми ребятами по мебели, они вам могут дать четкие замеры и в процессе ремонта вы можете уложить фартук. Но даже именитые фирмы не всегда могут дать корректные размеры и тем самым сначала они устанавливают кухню, потом мы делаем фартук. Для чего это делается? Для того, чтобы плитка, керамогранит в данном случае, поставилась на столешницу с зазором и вот этот вот примыкание просто загерметизировано силиконовым герметиком. Здесь нет плинтуса какого-то пластикового, который вот здесь, как правило, знаете, постоянно плиты нагреваются и начинает коробить. Либо какой-то каменный там плинтус, где там скапливается грязь. Здесь у нас четкое примыкание, удобно помыть, удобно протереть. Все, ничего больше не надо. Но для такого примыкания нужны либо четкие размеры и фирма по мебели должна понимать после сборки кухни, какие будут у них четкие размеры, либо укладывать фартук после установки кухни. Даже вот здесь вот очень точно, ребята нам сказали замеры, видите, как точно прям все плотненько подошло. Эпоксидная затирка на стыках плитки и силиконовый герметик на стыке столешницы и кухни. На кухне установлен измельчитель. Это пневмокнопка от него для того, чтобы туда можно было сбрасывать все пищевые отходы. Кости, шкурки и так далее. Все можно туда проталкивать, включать, заталкивать. Это все переработается в канализацию и уйдет в очистную систему. Ну, по стандарту это посудомойка, посудомойка, холодильник, морозильник скрытого монтажа. Смотрите, как четко подошла мебель к нашему простеночку. То есть, это говорит о том, что и стену ровно сделали, и мебель ровно сделали. очень четко. Одинаковый зазор. Именно поэтому и нужны ровные стены, чтобы после установки встроенной мебели у вас были вот такие вот примыкания. Также и поверху абсолютно одинаковый зазор между потолком и кухней. пройдем еще вот в тот маленький коридорчик. Покажу вам вот такую вот стильную лампу. У меня кто-то спрашивал про нее тоже, когда я фотографии делал, выкладывал. Такая вот лампа. Очень классно выглядит. Она у нас включается вместе вот с этой подсветкой. Соответственно, если выключить весь основной свет и включить чисто сценарий подсветки, когда такой приглушенный свет, она очень классно дополняет интерьер. Здесь у нас еще есть одна фишка. Вот эти светильники это ночники. Они светят в пол. Но так как сейчас датчик настроен по свету, то они не включаются. Здесь датчик движения. Сейчас стемнеет и я отдельно досниму этот элемент. Сейчас я про него расскажу, а потом досниму и просто покажу, как это работает. То есть у нас кабинет, детская, взрослая спальня и, соответственно, по пути до санузел, ванны у нас есть вот такие вот светильнички. Они включаются по датчику движения и только ночью. Таким образом, если ночью вы встали в туалет, вам не нужно искать какой-то свет, вы просто выходите в зону двери и у вас загорается свет и вы комфортно идете по своим нуждам. Это очень крутая тема, тоже берите на заметку, мы уже прям в нескольких квартирах порекомендовали клиенту и уже есть положительные отзывы, что это очень круто работает и это очень удобно, потому что в дизайн проекте почему-то я ни разу не встречал, ну, по крайней мере, по тем проектам, по которым работали мы и мы вот посоветовали заказчику, он решил тебе их сделать. Еще расскажу про плинтус, плинтус у нас здесь из дюрополимера, я рекомендую на ваших объектах, квартирах также делать плинтус из дюрополимера, не МДФ плинтус, не пластиковый, не полиуретановый, а именно из дюрополимера. Почему? Потому что, во-первых, у него нет проблем с растрескиванием стыков, ну, к счастью, полиуретан сейчас тоже можно смонтировать так, что у него не будет треска со стыки, так как есть специальные стыковочные клея, но плинтус из дюрополимера дешевле и, в принципе, ну, как говорится, если качество такое же, зачем платить больше. Из полиуретана тоже можно использовать, но он будет дороже. Также его плинтус из дюрополимера, в отличие от плинтуса МДФ, например, можно отшпаклевать, покрасить, и вы не будете видеть стыки. Все наружные углы, они запиливаются под 45 градусов и у вас получается единый монолитный плинтус. А также, когда у нас зона выхода, например, на балкон, вот, посмотрите, как она у нас здесь выполнена. То есть, у нас здесь пол в одной плоскости здесь был кирпич, мы его выдолбили, пол стал в одной плоскости, и окно стало ниже. Тем самым, мы вот так вот его запилили, сделали переходик, и этот плинтус пошел, пошел, пошел под окном, здесь опять поднялся и пошел обратно в своем размере. С таким материалом можно вытворять и вот такие вещи. Здесь аналогичным образом выполнено. И, конечно же, я должен рассказать вам, почему плинтуса мы всегда говорим и рекомендуем ставить после установки всей встроенной мебели. Вот, посмотрите, например, вот этот узел. Здесь вот стоит щит мебельный, и плинтус подходит к этому мебельному щиту. Заранее предугадать с точностью до миллиметра вот этот узел нереально. Соответственно, сначала устанавливается мебель, и потом уже подводится плинтус. Поэтому, друзья, если вы хотите вот такой вот сразу законченный максимальный ремонт, здесь абсолютно все сделано до каждого винтика, до каждого болтика, до каждого плинтусочка, сразу планируйте, что всю встроенную мебель вы будете заказывать в процессе ремонта, ближе к его концу. так же и вот здесь, например, вот у нас стал цоколь, и к цоколю мы подвели плинтус. Сделать это заранее невозможно. Плюс, если бы мы даже, допустим, взяли размеры и поставили плинтус, большая вероятность того, что вот этот шкаф с встроенным холодильником просто-напросто бы мог туда не встать, либо наш плинтус повредили бы, что также повлекло бы за собой восстановительные работы и финансовые дополнительные затраты. А когда встают двери, двери тоже должны ставиться до установки плинтуса, плинтус потом подводится к двери. Не наоборот. Вот это устройство, это повторитель Wi-Fi роутера. Квартира достаточно большая, и когда нет возможности Wi-Fi роутер расположить где-то в центре, вы ставите его в любом удобном месте и где-то в середине квартиры вы убираете розеточку, в которую вставляете повторитель, он ловит сигнал и раздает интернет уже в оставшуюся часть квартиры. Тоже рекомендую брать на заметку, поэтому если у вас плохой сигнал и не достает Wi-Fi роутер до каких-то дальних комнат, здесь квартира достаточно большая, 120 с лишним квадратных метров и пролеты очень большие, то есть тут порядка 12 метров и очень много-много-много стен и до той комнаты например Wi-Fi из гардероба достает очень плохо. Вот такое устройство решит вашу проблему. Еще интересный момент в этой комнате, если мы посмотрим на эту стену с этой стороны, то мы видим ровный угол, но здесь у нас кирпичная кладка. Как мы это сделали? Мы буквально 1-1,5 сантиметра зашпаклевали шов, прервали кирпичную кладку, чтобы здесь сделать ровный угол. И у нас просто красочка состыковалась на этом наружном углу. Идем в первую комнату, это у нас детская. Потолок у нас здесь натяжной на теневом профиле, давайте я вам еще раз покажу, что это такое. Это когда у нас идет вдоль всего периметра комнаты вот такой вот теневой зазорчик. Это очень крутое решение, я рекомендую делать вам потолок именно на теневом профиле, потому что, например, бывает часто в санузлах рельефная плитка, и вот на рельефе это вообще классно смотрится, это во-первых, а во-вторых, у вас нет вот этой маскировочной ленты, вот этой резиночки вдоль всего периметра, которая всех так раздражает. Да, это дороже, но и вид круче. В детской огромная мебельная композиция в виде шкафа с выдвижными ящиками под ТВ-зоной, большого шкафа для одежды, полки с подсветкой и большая рабочая зона. К рабочей зоне у нас стоит кровать. Здесь тоже у нас обратите внимание розетка в откосе для гирлянды. Здесь уже появились даже какие-то экспонаты у клиента. И вот такой стульчик. Пол напоминаю, это кварцвинил на подложке, уложен одним контуром по всей квартире. Единственное, где у нас порожки, это где у нас стыкуются разнородные материалы. укладывать кварцвинил одним контуром не так опасно, как ламинат. Вот на таких больших площадях ламинат скорее всего бы испытывал какие-то трудности. Здесь очень много мебели, очень много поджатий, есть вероятность того, что в каких-то узких местах ламинат сам себя бы разорвал. Ну, то есть вылез шип из паза. На стене молдинги также есть дюрополимера. Вот этот элемент был достаточно сложный, нужно было точно рассчитать высоту заливки, высоту чистового напольного покрытия, для того, чтобы вот эти молдинги у нас вот так ровно подошли к стене. Здесь специально оставлен зазор в 1,5-2 миллиметра, для того, что если ребенок потянет шкаф, если бы молдинг стоял плотно к шкафу и допустим детишки ребятишки приведут, будут тут беситься, играться, шкаф этот подвинут и они могли бы тогда, когда будет шкаф отодвигать, если молдинг уперся бы в шкаф, то они могли его оторвать от стены. Вот чтобы такого не было, это тоже по сути решение немаловажное. В проекте вам такого не напишут скорее всего, а может быть и напишут, но об этом тоже нужно думать. Поэтому организован вот этот зазорчик, он везде одинаковый. В детской расположилась также игровая зона, это шведская стенка с канатом, с кольцами, с брусьями, с канатной лестницей. также есть скалодром, под ним мат мягкий, по которому ваше чадо может залазить и рисовать на потолке. И расставая вот такая вот линейка для того, чтобы можно было следить за прогрессом роста вашего чада. Стены покрашены, на этой стене у нас огромная фреска, это фреска без стыков, полностью, полностью, полностью без стыков. Такая вот огромная фреска заказывалась под заказ, вы можете, если вам интересно, где это все покупалось, вы можете мне писать, я буду давать вам контакты. Я могу вам давать контакты мебельщиков, если вам нужна крутая, качественная мебель, я могу дать вам контакты, фрески и каких-либо элементов из декоров, если вам нужны, вы мне можете написать личные сообщения, я узнаю у заказчика, Где он это покупал И с радостью с вами поделюсь Вот так это все выглядит Ну а мы едем дальше Кабинет Достаточно просторный кабинет Стены у нас также покрашены Натяжные потолки Зона, рабочая зона Шкаф Раз Шкаф, два Вот этот шкаф стоит в нише Если мы его откроем То поймем что у нас Здесь ниша Также посмотрите Насколько ровно Оштукатурены стены Насколько ровный зазорчик в 1 мм Это очень важно Почему я заостряю на это внимание Потому что когда вы просто берете Заказываете штукатурку Просто ребята приходят Штукатурят стены Да они могут сделать ровно Но вот такие места Их нужно тщательно Перепроверять по проекту Именно поэтому мы всегда говорим Как минимум у вас Если даже нет дизайн проекта Вам нужен хотя бы технический дизайн Либо хотя бы проект С расстановкой мебели Потому что не зная Где стоит мебель Если мы не знаем где стоит мебель То мы можем абсолютно Просто по человеческому фактору Проглядеть это место И какие-то там 1-2 мм Если мы говорим Про высококачественную штукатурку То По нормам 1 мм на метр То есть по факту На вот эти там Практически 3 метра У нас отклонение вертикали Может быть 3 мм Это не будет нарушением Но это будет некрасиво смотреться Поэтому здесь В таких местах Нужно перепроверять И было чтобы там Максимум миллиметр Просто максимум миллиметр Миллиметр вы не увидите Но если у вас будет 3 мм То это уже будет заметно Также здесь я хочу Заострить внимание Это очень частая проблема Когда у вас шкаф-купе В данном случае Двери Они не ездят по направляющей А у них точка подвеса сверху Но сути это не меняет Во-первых Как правильно Сделать шкаф-купе У вас должна быть Вот такая Доборная планка Обязательно То есть если бы здесь был Рельс Она бы была вот здесь вот так Для чего это делать? Для того чтобы Вот так вот Цивильно Закончить плинтус У нас здесь В одном месте Есть шкаф-купе Дальше я покажу Как это выглядит Когда не сделать Вот такую доборную планочку То есть смысл в том Что у вас дверь Должна не в стену приезжать А вот в такую доборную планку И тогда вы можете Вот так цивильно Запилить плинтус Здесь он запилен Вниз Под 45 градусов И нет каких-то Необлагороженных Примыканий Я на Видео Где я снимал Квартиру Посмотрите Мое предыдущее видео Там где карта мира На стене нарисована Как там сделано Что нам пришлось сделать Для того Чтобы хоть как-то Выйти из этой ситуации Пока я здесь И у меня открыты Подводы Я хочу также Рассказать про Подключение Радиаторов В квартире Очень часто Застройщик делает Подключение радиаторов Из пола То есть у вас Такие две трубы Всегда Если у вас Из пола Подключение Обязательно нужно Переделывать это На подключение Из стены Почему Во-первых У вас трубы На виду Раз Во-вторых Вам пришлось бы Вырезать здесь Напольное покрытие Какие-то там Чашки Колхозить Какие-то силиконы Герметики И так далее Это очень некрасиво Это не эстетично И непрактично Поэтому всегда Не жалейте денег На то Чтобы переделать Выводы из пола На выводы из стены И получить Вот такой вот Правильный узел Примыкания Достаточно большой Стол Полки С подсветкой И еще один Вот такой Интересный элемент Это у нас Розетка Которая Уезжает В плоскость Стола Например Когда Не нужно Использовать Розетки Мы их Выдергиваем Раз Двас И Вот таким Вот образом Это все Дело Прячется Когда нам Надо использовать Мы нажимаем кнопочку Вставляем Все на место И получаем Доступ К розеткам Также здесь Есть два USB И еще И интернет Очень удобная Штука Тоже берите На заметку Такой Вот диванчик Цветочек Картиночки Также Здесь Я не Рассказал Про Двери Вернемся Немножко Опять Обратно В коридор Посмотрите Все двери В одной Плоскости Несмотря На то Что они Открываются В разные Стороны Вот например Классический Вариант Двери Обычная Дверь То есть Вы подходите Если дверь У вас В плоскости Со стеной То вы Открываете На себя Ну Например Вот эту Дверь На себя Вы не Откроете Потому что Она Несмотря на то Что в плоскости Со стеной Она открывается Вовнутрь Этой двери С обратным Открыванием Для чего Это делается Делается Для того Чтобы У вас Все двери Были в одной Плоскости Красиво В данном В данном В данном Случа Если нам Нужно Было Открывание Вовнутрь То у нас Дверь Должна Была Стоять Вот здесь А здесь Мы увидели Добор И у нас Получалось Что те Двери Раз Два Две Двери Открывались Б Внаружи Были бы В плоскости Наружней Стены А три Двери Открывались Б Вовнутрь И тогда Были бы Снутри Плоскости Стены Что Также Режет Глаз Достаточно Некрасиво Поэтому Если вам Нужно Разное Открывание И у вас Там одна Две Двери В одну Сторону И одна Две В другую То поставьте Две штуки С роторным Открыванием С обратным Открыванием Для того Чтобы У вас В коридоре Все красиво Смотрелось Единственный Нюанс По этим Дверям Чем Шире Добор Тем Сложнее Открывать Дверь Потому что Когда вы Открываете На себя У вас Сразу Между дверью И Дверной Коробкой Попадает Воздух И вам Легко Открывать Здесь Слышите Да Воздух То есть Дверь Проходит Достаточно Долго Вдоль Добора И щель Достаточно Узкая Тем Самым Движение Дверной Движение Воздушной Массы Не позволяет Вам Достаточно Так Быстро Открыть И Также Быстро Закрыть То есть Если Вы захотите Захлопнуть То Захлопнуть У вас Дверь Не получится Воздух Просто Ее Останавливает Но Это Уже Мелочи Я считаю Главное Не 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 Функционал Но Еще И Красота И Эстетика Поэтому Я думаю Что Такие Двери Имеют Место Жить Еще Можно Можно Стол Стол Уходит У Нас Под Этот Ящик То есть Столежка Уходит Туда Полностью Все Рассчитано И Все У Ребят Встало На Свои Места Идем Во Взрослую Спальню Большая Двуспальная Кровать Здесь У нас Потолок Комбинированный Натяжной Белый И Вот Это У нас Гипсокартон Гипсокартоновый Короб Также Есть Стена Из Вагонки Это Лиственница Покрыта Специальным Составом Напротив Расположился Телевизор Тумба И Макияжная Зона Давайте Сразу Забежим В Гардеробную Так Просто Мельком Покажу Достаточно Просторная Гардеробная Функциональная Думаю Что здесь Помещится Очень Много Вещей Уже Все Рассказал По Квартире Все Основные Моменты Здесь Материалы Все Те Же Самые Покраска Стен Кварц Винил На Полу Единственный Нюанс По поводу Плинтуса И мебели Здесь Мебель Вся Была Под Заказ Есть Элементы Мебели Которые Установили К Плинтусу Если У вас Например Мебель Под Заказ Как Здесь Цоколь У Плинтуса Он Во-первых В высоту Нашего Плинтуса А во-вторых Там Оставили Зазор Периметру Тем Самым Тумбочка Потом Уже Придвигается И не Имеет Каких Либо Зазоров Между Стенок По поводу Углов 90 градусов Вот Когда у Нас Для чего Нужна Расстановка Мебели Чтобы Мы Могли Посмотреть Где У нас Приставная Мебель К углам И Сделать В этих Местах Углы 90 градусов У нас Здесь Тумба Там Тумба Здесь Тумба Здесь Тумба Поэтому В этой Комнате Все Углы 90 градусов Делать Углы 90 градусов Во всей Квартире Не всегда Целесообразно Там Где Стоит Мебель Да Но Выводить Просто Ради Того Чтобы Было Не всегда Целесообразно Конечно Если у вас Геометрия Там Совсем Сильно Хромает То Это Нужно Сделать Потому Что Если Например У вас Мелкая Плитка Мозаика И Вы Начнете Укладывать У вас Кривой Пол Таким Образом Нужно Оценить Для того Чтобы Сэкономить Средства Заказчика Нужны Ли И Есть Возможность Сделать Все Углы В квартире 90 градусов В принципе Если Заказчик Желает Их Сделать Их Сделать Можно Я Еще раз Покажу Что Здесь У нас Так Как В каждом Углу Что-то Стоит У нас Автоматически Все Углы Образовались Здесь Под 90 Стоит Здесь У нас Кондиционер И Забыл Рассказать В детской Он тоже Стоит За шторой У нас Стоит Бризер Это Бризер Тион Двоечка В детской Так как Комната Больше Стоит Тройка За штору Можно Ставить Бризер Который Дует Вверх Либо Вниз Здесь Он Дует Вверх Вот Решетка Что Такое Бризер Давайте Я вам Немножко Расскажу Бризер Это Устройство Вот Здесь Можно Посмотреть Что У него Есть Фильтр Бурится Отверстие Сквозь Стену Подключается Забор Воздуха С улицы И Это Устройство Не только Фильтрует Этот воздух Но И Нагревает Его Сейчас Добегу До Волкона У меня Есть Хорошая Возможность Показать Вам Как Выглядит Выход Трубы На Фасадной Стене Дома Вот так Она Выглядит Ставится Такая Решеточка И Отсюда У нас Идет Забор Воздуха В комнату Во взрослую Спальню Точно Такая же Решетка Стоит В детской И У вас Всегда Теплый Чистый Воздух Раз Мы сюда Пришли По балкону Сразу Пробежимся У нас Здесь Была Замена Остекления На Теплое Потому что Изначально От застройщика Это холодный Балкон И Полностью В круг Было Сделано Утепление Утепление Было Сделано 100 Миллиметровым Экструдированным Пенополистиролом Я рекомендую Делать Именно 100 Миллиметров Не 50 Но Бывают Ситуации Когда Нет Возможности Сделать 100 Миллиметров Тогда Уже Это Крайний Случай 50 Миллиметров Также Когда Вы Меняете Остекление Не Забывайте Что Вам Нужен Доборный Профиль По всему Периметру По верху С боков Для Того Чтобы У вас Когда Утеплитель Встал Чтобы Вы Могли Сделать Потолок И Все-таки Порекомендую На таких Лоджиях Делать Потолок Из Гипсокартона А не Натяжной Почему Как ни Крути Воздух Всегда Найдет Дырочку И Соответственно Есть Вероятность Того Мы Один раз Попали В такую Ситуацию Что Было Не очень Хорошо Пропенена Рама И Воздух Просто Зимой Задувал Под Пленку И потолок Надувался Как пузырь С гипсокартоном Такой Проблемы Не будет То есть Даже Какой-то Маленький Маленький Свищик Не позволит Надуть Вам Не позволит Вам охладить Потолок До каких-то Критических Значений И Соответственно С натяжным Потолком Могут быть Вот такие Нюансы Стена У нас Здесь Из гипсокартона Покрашена Парапет Тоже Из гипсокартона Покрашен А эта Стенка Осталась От застройщика В виде Кирпичной Кладки Которая Тоже Была С цветочками Подоконники Меллер Откосы Сэндвич Здесь Заказчик Планирует Также Иногда Проводить Время С ноутбуком Поэтому Еще сделана И интернет Розетка На полу У нас Кварц Винил И Сделан Теплый Пол Здесь Также Не забывайте Дополнительно Всегда На таких Балконах Делать Розеточку Мы Вот Ее Кстати Здесь Забыли Сделать Но У нас Была Крутая Возможность Запитаться От Вот Этой Розетки Мы Пробурили Стену Насквозь И Поставили Здесь Розетку Для Чего Она Нужна Объясню Когда На улице Сильные Морозы Минус 30 Минус 35 Да Таких дней Немного Есть Вероятность Того Что Теплого Пола Может Не Хватить И Чтобы Здесь Было Комфортно Сидеть Вы Просто Ставите Радиатор Электрический Нагрели На улице Потеплело Радиатор Убрали Все У вас Опять Розетка Поэтому Про нее Не забывайте И Обязательно Делайте Вот Здесь Тоже Обратите Внимание Мебель С выпилом Под Плинтус Поэтому Здесь У нас Плинтус Замкнут Также Это У нас Конечно Под Заказ Барная Стоечка Со Шкафчиками Поэтому Плинтус Здесь По всему Контуру Ну И Вот Этот Угол Там У нас Пенный Шов От Оконной Рамы Мы Закрыли Вот Таким Алюминиевым Уголком Который Загнули У Металлистов По Нужным Размерам И Он Был Покрашен Из Балончика Под Цвет Рамы Также Клиент Здесь Установил Рулонные Жалюзи Рулонные Шторы Для Того Чтобы Сильно Солнечные Жаркие Дни Можно Было Их Прикрывать И Здесь Комфортно Находиться Такой Вот Уютный Балкончик Получился Напишите В комментарии Как Вам Это Место Стоит Ли Вкладывать Сюда Деньги По Мне Когда Балкон Таких Размеров Здесь Очень Большая Площадь Да Работы По Утеплению По Замене Остекления Стоит Недешево Но И Квадратных Метров Он Добавляет Которых Можно Эксплуат Эксплуат Не Толстер Комфортно Эксплуатировать Достаточно Много Поэтому Я считаю Что Вложения Оправданы А что Считаете Вы Напишите В комментариях Следующая Комната Это Прачка Очень Она У нас Насыщенная Здесь У нас Зеркало С подсветкой Инсталляция В мебельном Щите Так как Инсталляция Выдвигается На Порядка 20 сантиметров У нас Появляется Пространство Для Шкафа Вот Такого Для Вот Такой Ниши Также Обращаю Внимание Если У вас Зеркало Висит Не Забывайте Про Доборные Планки Если бы Дверь была До Керамогранита То она Просто-напросто Бы не Открылась До конца То есть Она бы Открылась Вот так И все Поэтому Всегда Когда у вас Кухня Вы делаете И так далее Не забывайте Про эти Доборные Планки Такая Большая Тумба Установлен Гигиенический Душ Огромный Шкаф И Сейчас Я расскажу Именно Про Шкаф Который Шкаф Купе У которого Дверь Ездит По полу Про Плинтус Помните Да Я вам в кабинете Объяснял Что вот здесь Правильнее всего Было бы сделать Какую-то Доборную Планку Чтобы она Прикрыла И вот эти Полозья Пришли в Доборную Планку Здесь мы Выкрутились Вот таким Способом Но Не Всегда Это Получается Сделать Почему Мы Смогли Здесь Сделать Так Например Если бы Здесь Был Ламинат То Ламинат Нельзя Вплотную Как Керамогранит Укладывать К стене И тогда У нас Там Был бы Зазор Соответственно Если бы Мы Даже Какую-то Часть Закрыли Этого Зазора Вот этими Рельсами То У нас Все равно Осталась Бы Какая-то Дырочка Но Повернуть Плинтус До Полозив Не Получается Потому Что Есть Вероятность Того Что У нас Второй Дверью Он Просто Будет Страдать Так Как При Открывании У нас Она Практически Получается Вровень Со Стенкой Здесь Так Как Керамогранит Вот Этот Случай Возможен Когда У вас Ламинат Либо Другое Плавающее Покрытие Которое Укладывается По Периметру Зазором Так Уже Сделать Нельзя Поэтому Обязательно Делайте Вот Здесь Доборку Потом Эта Доборка Перекрывает Щель Между Ламинатом И стеной Например И К этой Доборной Планке Уже Подходит Плинтус Это Очень Технически Важный Момент И о нем Мало Кто Помнит При Входе Слева У нас В нише Расположилась Стиральная И сушильная Машины Большой Нюанс Не забывайте Что Стиральная Машина Размером 60 на 60 Не всегда По наружным Габаритам Очень Часто Стиральная Машина 60 Либо Поверху Либо До Выпирающего Пластика Без учета Барабана И еще У нас Есть Сзади Расстояние Для подключения Стиральной И сушильной Машины То есть Ее вплотную К стене Не поставить Вот здесь Полноразмерная Стиралка И сушилка Занимает 67 Порядка 68 Сантиметров Без учета Барабана Про этот момент Не забывайте Когда проектируете Мебель И проемы Потому что Вот здесь Проем Мы переносили Левее Так как Он Находил На Стиральную Сушильную Машину На полу Керамограниц Стык Через Порожек Квикстеп Для напольных Покрытий Пока я здесь Примыкание Расскажу Примыкание У нас В силиконе Расскажу Про то Как Пользоваться Гигиеническим Душем Гигиенический Душ Лейка Шланг Он Не Водонапорный Неспроста Постоянно С гигиеническим Душем Идет Кран Как им Правильно Пользоваться Вы Открыли Кран Попользовались Душем И очень Часто Его берут Ставят И уходят Ну в лучшем Случае Закрывают Если хоть Закрыли То ладно Так как Вот эта лейка И Лейка И шланг Не являются Водонапорными Есть вероятность Того что она может Потечь Если вы оставите Кран открытым Хорошо что у нас Здесь стоит Датчик протечки Дальше я об этом Расскажу Но когда у вас Нет датчиков протечки Это чревато Затопом То есть Когда вы Попользовались Вам нужно Закрыть кран И стравить Остаточное давление Все Стравили давление Поставили лейку Вот именно В таком порядке Правильно Пользоваться Гигиеническим душем Это очень важный момент Не забывайте про это И объясните Своим детишкам Что играться Вот с этой штукой Не стоит На выходе Из прачки Мы попадаем В ванну Достаточно Большая ванна Здесь у нас И душевая кабина И ванна Две раковины Два зеркала Вот с такой вот Шикарнейшей Подсветочкой Очень все Круто Стильно выглядит Мне прям Вообще По кайфу Напишите В комментариях Как вам Вообще Именно Композиция Подбор Материалов Дизайнер Тут прям Классно Постарался Ванна Акриловая Естественно Примыкание Плитки К ванне Выполнено Через Силиконовый Герметик Как это Делается Сначала Устанавливается Ванна Делается За ней Делается Гидроизоляция Устанавливается Ванна Плитка Подводится К ванне Не доводится 1-2 мм И все это Силиконовым Герметиком Проходит Соответственно У нас Нету Большого Зазора У нас Есть Возможность Наложить Тоненький Слой Герметика А не Какой Ни Колбасу По Сантиметру Вот Так Выглядит Это С Данного Ракурса У нас Здесь Очень Много Стыковки Разнородных Материалов Керамогранит Одного Формата Керамогранит Второго Формата Декоративная Штукатурка Выполнена Через Силиконовый Герметик Здесь Аналогично Силиконовый Герметик И пошел Керамогранит Полотенцесушитель Электрический Рекомендую Вам Всегда Если у вас Водяной Полотенцесушитель Менять его На электрический Потому что Во-первых Выводы из стены Они смотрятся Некрасиво Неаккуратно А во-вторых Он необслуживаемый Чтобы с ним Что-то сделать Вам нужно Отключать стояки Они часто текут И даже Если вы поставите Датчики протечки Они вас Не спасут Поэтому Всегда Ставьте Электрический Полотенцесушитель Современный Полотенцесушитель Не потребляет Много электроэнергии У него Можно Настраивать Температуру Можно Отключить Когда Вы им не пользуетесь Или уезжаете Куда-то Соответственно Он у вас Не жарит Как водяной И не нагоняет Здесь температуру Также Хочу сказать Для чего Нам нужна Сантехника Всегда Сейчас Зайду В душевую Там Наверное Будет удобнее Показать Почему Мы всю Чистовую Сантехнику Заказываем У клиента До начала Монтажа Черновой Сантехники Вот видите Здесь Выполнено Нету Нету Никакой Резьбы Все Плотненько Для того Чтобы Понимать На какую Глубину Выставить Водорозетки Нужны Все Краны Вот Чтобы Здесь Не было Резьбы Там По 2-3 Сантиметра Часто Бывает Нужна Чистовая Сантехника Для того Чтобы Определить Высоту Установки Кранов Души Нужна Чистовая Сантехника Чтобы Мы могли Померить Клиента Померить Высоту Верхней Лейки Не всегда Она Регулируется Тем самым Чтобы Он Туда Залазил Чтобы Туда Потом Мог Нормально Комфортно Принимать Душ Нужна Чистовая Сантехника Нужна Определиться Если Кабина Под заказ То Это Одно Дело Если Кабина Готовая Как Здесь Нужна Кабина Чтобы Все Четко Встало Смотрите Все Здесь У нас Плотненько Здесь У нас Плотненько Регулировок Там По минимуму Там Плюс Минус Сантиметр И Нужно На начальном Этапе Все Понимать Какого Размера Кабина Какого Размера Ванны Если Б не Было Ванны То Мы Не Могли Собрать Вот Этот Душевой Поддон Либо Если Не Было Кабины Поэтому Всегда Когда Вы Делаете Черновую Сантехнику Нужна Чистовая Сантехника И Никак Не Наоборот Посмотрите Как Классно Выполнен Поддон У нас Рисунок Переходит На бортик Здесь На наружном Углу Тоже Переходит И Туда Уже Заворачивается Выполнен Уклон К Зоне Трапа Чтобы Здесь Не Резать Конверт Не Добавлять Лишних Швов Мы Здесь Выложили Плитку В Одну Плоскость То Уклон В Одну Плоскость Отсюда К трапу Оттуда К трапу И Вот Эти Маленькие Элементы Там Тоже Если Приглядеться Видно Шовчики Появились Они Буквально На доле Миллиметра К трапу Нет Ничего Страшного Если Там Часть Небольшая Водички Останется Зато Так Выглядит Достаточно Более Эстетично Чем Если Мы Вот Так Всю Плитку Разрезали От углов Так Возможно Сделать Если У вас Лотковый В идеале Конечно Купить Трап Который Прям От стены До стены Это Прям Самый Идеальный Вариант Но Стоимость Таких Трапов Как правило Зашкаливает И Тут Уже Клиенту Решать Сможет Он Себе Такой Трап Позволить Или Нет Потолок Натяжной С Стеневым Примыканием Тумба Тумба Под заказ Натуральный Дуб Покрытым Маслом Просто Ляля Посмотрите Как она Выглядит Две Раковины С этой Раковиной Были Проблемы В инстаграме Я показывал Там Заводской Брак Был Но Мы Вроде Б Решили Проблему Далее Зеркала Здесь У нас Под заказ Заказывались Масло Масляное Получилось Ну Да Ладно Расположение Розетки И Выключатели Вот Когда У вас Нет Проекта Мебели Нет Проекта Понимания Какая Ванна Какая Душевая Какие Зеркала Вот Добиться Вот Такого Невозможно Видите Как Четко У нас Попала Розетка Выключатель Вот Когда Когда У вас Нет Никаких Размеров И Вы Думаете Что В процессе Ремонта Вы Придумаете Ничего Подобного Точно Что-то Бы Не Влезло Что-то Бы Не Встало Что-то Бы Не Получилось Здесь Мы Все Делали Четко По Проекту Дополнительно Все Элементы Прорабатывали Продумывали И У Нас Вроде Бы Все Получилось Едем В гостевой Салон На сегодня Это Последняя Комната О которой Я вам Расскажу Открываем Дверь И Видим Вот Такой Шикарный Вид Зеркало Под заказ От Пола До Потолка Большая Раковина Здесь Инсталляция Вегенический Душ Шкафчик С полочками Вредите Внимание Также Инсталляция У нас Так Как Она Выдвигается Здесь У нас Колонна И для того Чтобы не городить Вот эти Примыкания Не в углу Который Не очень Хорошо Смотрится Мы Решили Что Вот этот Щит Доведем До Угла То есть У нас Такая Получилась Монолитная Конструкция Это Тоже Хвала Мебельщикам Потому что Посмотрите Как все Четко Вообще Пушка Просто Пушка Все Если Зазор Идет Вот он Идет Одинаковый Вот Зазор Идет Одинаковый Здесь Все Подогнано Здесь Все Плотненько Там Тоже Все У нас Четко Вот Ну то есть Какие-то там Буквально Миллиметр Может быть Погрешность Открываем Зону Коллектора И сейчас Я вам Как раз Таки Расскажу На сегодня О последних Нюансах Про дачки Протечки И про все Эти узлы Для чего Они нужны И Зачем Мы их Ставим Итак У нас Коллекторная Разводка Что это Значит Это значит Что на каждый Потребитель Идет Отдельная Труба Почему Отдельная Для чего Это Делается Во-первых У нас Идет От каждого Крана От каждого Унитаза Целиковая Труба Шитого Полиэтилена То есть Она без стыков Где-то в полу Где-то Внутри стены Соответственно Возможные Варианты Протечки Просто Исключаются Далее Когда мы Имеем Коллекторную Разводку Как правило Подводящие Трубы У нас Большего Диаметра Здесь Двадцатая Труба Отводящие Трубы Меньшего Диаметра И Допустим Представим Ситуацию Вы Принимаете Душ Если у вас Например Тройниковая Разводка Все Двадцатой Трубой Или все Шестнадцатой Трубой У вас Тройниковая Разводка Вы Принимаете Душ Кто-то Открыл Кран На кухне Либо Работает Стиральная Машина Начинает Наполнять Воду Давление В вашей Трубе В душе Резко Падает И вас Просто Ошпаривает Кипятком В данном Случае Заказчик Когда будет Здесь жить Он Понимает Что Начинает Стираться Машинка И у него Падает Давление Так как Проходное Сечение Вот этой Трубы Больше Давление На Например Стиральной Машине Либо На Раковине На Кухне Чтобы Когда Кто-то Посуду Моет Чтобы Его В душе Кипятком Не ошпарило И тем самым Давление В его Трубе Останется Прежним Именно Вот это Самый Основной Плюс Ну Помимо Того Что у нас Целиковая Труба Без Каких Либо Соединений В стенах Еще Плюсом У нас Появляется Удобство Удобство Использования Удобство Эксплуатации Также На Коллектор Обязательно Мы ставим Компенсаторы Гидроударов То есть Он есть И на Горячей И на Холодной Воде Что это Такое Трубы Достаточно Длинные Здесь Подвод Трубы Вводящий Идет Из Подъезда Порядка Там 20-30 Метров Когда Вы Открываете Кран У вас Начинает Течь Вода В трубе Начинает Появляться Проток Воды Которые Имеют Массу Которые Имеют Скорость Когда Вот Раньше Помните Краны С барашками Были Вы Ее Долго Закрывали Вот Так Получается Что Барашек Крутите И трубу Потихоньку Закрываете Соответственно Скорость Течения Воды Он Падал Потихонечку Медленно Как Сейчас Это Происходит Открыли Бам Открыли Бам Что Происходит Здесь Вода Которая Набрала При резком закрытии Остановиться Резко Не может У нее Есть Импульс Да Масса На скорость Соответственно Она Бьет В трубу Она Бьет В трубу Тем самым Повышая Давление Давайте Попробую Вот Можно Наблюдать Сейчас За манометром Видите Стрелка Подпрыгивает Вот Здесь На этом Кране У нас На этой Раковине По-моему Уже Поджато Но Несмотря На это У нас Практически На 1 Бар Давление Подпрыгивает Чем Это Чревато Вот На эти Трубы Это Повлиять Никак Не может Даже Если Тут До 10 Подпрыгнет Ничего С этим Не Произойдет Это Как Автомат Калашникова Надежно Долговечно Будет Служить Ничего Не боится Но У любой Трубы Здесь Не видно Сейчас Я пойдемте Куда-нибудь Покажу У любого Крана Вот У такого Крана Есть Гибкая Подводка Вот этот Шланчик С гайками Вот Именно Вот эта Гибкая Подводка Всегда Страдает Когда Она Уже Послужит Два Три Четыре Пять Лет Она Начинает Изнашиваться Резина Там Становится Не такой Эластичной Оплетка Тоже Уже Подржавеет И тем самым Когда вы Резко Закрываете Кран У вас Вода Бьет В эту Гибкую Подводку И она Просто Разрывается И хорошо Что у вас Есть Датчики Протечки А если У вас Их нет То Это Потоп Это Пока Вы Побежите Перекройте Ладно Что если Вы Дома Ну Раз Вы Кран Закрывали И в этот Момент Порвало Наверное Вы Были Дома Но Все Равно Вы Понимаете Сколько Это Может Привести Неудобств Поэтому Вот Эти Комбинаторы Гидроударов Спасают От Этих Вещей Пока Я Открыл Ящик Хотел Показать Что Всегда Когда Есть Возможность Подключайте Мы Таким Образ Минимизируем Варианты Засора Засора Трубы То есть Вот этих Нюансов Мелочей В ремонте Их Просто Сотни Их Просто Не знаю Может быть Даже Десятки Сотни Также Вот здесь Сейчас Я вам Попробую Показать Вот Видно Тоже Жесткое Подключение Всегда Когда Есть Возможность Подключить Жестким Подключением Я уже начал Заговариваться Я Пятый Часов Съемок Обязательно Так Делайте Дальше По Системе У нас Здесь стоят Самопромывные Фильтры Тонкой Очистки На 100 Микрон Друзья Они не делают Воду Питьевой Не нужно Писать Что Вот Там Зачем Они Нужны И так Далее Эти Краны Эти Фильтры Нужны Для Сантехники Для Вот Этих Кранов Для Гигиенических Душей Для Того Чтобы Ниппель Не Засорялся На Инсталляции Именно Для Этого Любой Производитель Крана Дает Гарантию Если У вас Стоит Фильтр На 100 Микрон И Меньше На 50 На 10 То Это Такой Минимум Соответственно Что Такое Самопромывное Здесь Сетка У нас Есть Кран Байпас Для Того Чтобы Например Промыть Горячий Кран Мы Открываем Байпас Закрываем Горячую Воду И Тем Самым Холодной Водой Мы Промываем Обратная Промывка Сетки То есть Не со Стороны С которой Она Забивается А Именно Чтобы Весь Шлаг Из Открываем Кранчик Весь Шлаг Из Сетки Выбить И У нас Вот Такой Сифон Это Сухой Сифон Виего Все Как Промыли Закрыли Соответственно Если надо Промыть Холодный Закрываем Открываем Горячую Закрываем Холодную И Открываем Кран На Фильтре Все Не забывайте Байпас Перекрывать Перед тем Как Открыть Воду Также Обратите Внимание Установлены Очень Качественные Краны Авентроп Эти краны Не закисают Они Очень Легко Поворачиваются И Даже Любая Женщина Девушка Сможет Их Открыть Закрыть В любой Момент Установлен Электрический Водонагреватель Проточный На 12 Киловат Два Запорных Крана И Самое Сердце Это Система Защиты От протечек В данном Случа Это Нептун Что это Такое Когда у вас Срабатывает Датчик Протечки У нас Установлены Датчики Под Инсталляциями В зоне Раковины Стиральные Машины Под Ванной Везде Где есть Вероятность Протечки Какой-то Техники Либо Какого-то Крана Как он Работает Когда Вода 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 Попадает На Пол Вот Здесь Есть Два Таких Вот Металлических Контакта Все Пошла Сработка Давайте Я открою Воду То есть У нас Блок Сигнализирует Что у нас Прошла Сработка По датчику Крана Начинает Закрываться Все Вот Смотрите Я стою Вот Мои руки Одна Камеру Держит Одна Я ничего Не закрываю Вода Перестает Течь То есть Если происходит Какая-то Протечка Вода Попадает На пол В маленьких Пространствах В маленьких Помещениях Бывает Хватает И одного Датчика Если Большая Ванна Либо Допустим За ванной Конечно Нужно поставить Два А то и Три Датчика Все Для того Чтобы Систему Запустить Мы просто Нажимаем Открыть И Сейчас Обратите Внимание Водичка Вновь Польется Все В данном Случае Эти краны У нас Стоят Не здесь В зоне Подачи Воды Подача Воды У нас Идет Из Шкафа Коллектора В подъезде Вот здесь Есть техническое Помещение Два И здесь Стоит коллектор И по полу Идут трубы Заходят В квартиру И здесь Уже Расходятся По квартире Зачем Зачем мы поставили Их там А не здесь Потому что Кухня У нас Точка У нас Запитана Не через коллектор Вот именно Кухня Там также Стоит датчик Протечки Под ящиком Здесь Вы его не увидите Потому что Он стоит Под ящиком Ну там Внутри Так как у нас Вот Краны И если Вода туда попадет На пол То Сработает Система И вода Все равно Перекроется Раз уж Мы открыли Шкаф Вот так Выглядит Измельчитель Это вот Такая вот Бобина Управляется Она пневмокнопкой То есть Это кнопка Которая толкает Воздух И тем самым Он включается Также у нас Здесь И посудомойка Подключена Соответственно Напрямую То есть Посудомойка И раковина Не через коллектор Почему Не через коллектор Вы спросите Ну кому интересно Напишите В комментариях Почему Не через коллектор За Коллекторным Шкафом У нас Алюминиевый Лист И вот Это вот Такое Интересное Прикольное Решение На другой Квартирке Мы уже Его применяли Я в нем Не рассказывал Не показывал Вот так Можно облагородить Вывод Трубы Из Полки Шкафа По моему Достаточно Круто Выглядит Ну что ж Друзья Вот и подошел К концу Обзор Напишите Как вам Как вам Квартирка Как обзор Что еще добавить О чем Рассказывать Если у вас Есть какие-то Вопросы Также пишите Их в комментариях Если вы хотите Заказать у меня Ремонт Дизайн Строительство Дома Пишите Или звоните Мне А на этом У меня сегодня Все Всем спасибо Пока Друзья Как и обещал Стемнело Сейчас Должна быть Такая Очень Темная Картинка Хочу продемонстрировать Как работают Вот эти Светильнички Ночники Когда вот Вы просыпаетесь Куда-то вам надо пойти Вы только выходите Срабатывает датчик Движения И по ходу До санузла До ванны У вас Светятся Вот такие Вот Ночнички Я выключил Свет Потому что Там стоит Датчик Света Который Днем Не дает Включать Возможность Вот эти Ночнички Очень Крутая Идея Посмотрите Как классно Светит Вот Два Светильника Она почти Что 4 метра Достаточно Тут даже Практически 5 метров То есть Достаточно Чтобы Хорошо Видеть Чтобы Вам в глаза Не светил Свет Большой То есть Вы встали Такой Мягкий Приглушенный Свет Не будет Вам слепить В глаза Ночи Это Очень Удобно Поэтому Берите На заметку И пользуйтесь Такими Штуками